В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. Жители 118-го дома по улице Красноармейская в Самаре продолжают бороться за безопасную и комфортную жизнь в собственном доме. Напомню, прямо посреди двора застройщики-собственники земли, предназначенные под индивидуальное жилищное строительство, стали возводить высотный многоквартирный дом. Разрешения на строительство получено не было. Жители соседнего дома забили тревогу. Коммунальная инфраструктура не рассчитана на обеспечение высотки. К тому же во дворе и так двум машинам не разъехаться. А по проекту в новом доме 72 квартиры, которые застройщики уже начали продавать. На защиту жителей встали председатель городской думы Александр Фетисов, депутат Госдумы Александр Хинштейн и власти Самары. С жителями встречались прошлой зимой. С тех пор незаконная стройка заморожена. Гороадминистрация вышла в суд с иском о сносе самовольной постройки. Однако, как уверяют жители, застройщики всячески пытаются затянуть рассмотрение дела, ходатайствуют о проведении экспертиз, о соответствии проекта всем нормам. Хотя даже при условии надлежащего проекта разрешений на строительство нет. Судебное разбирательство в очередной раз от Лужно до 22 мая, но жители готовы бороться за справедливость. Его остановили где-то по весне, все, и пока он не строится. Хотя люди туда приходят, технику убрали, люди туда приходят, строители какие-то, там сварщик бывает. Что они делают внутри, мы не знаем. И мы настроены до конца идти. У нас инициативная группа такая сильная. Мы пишем и обращаемся. С 1 июня стоимость проезда в городском общественном транспорте вырастет на 11% и составит 23 рубля за поездку. Последний раз цены на проезд в Самаре повышались почти два года назад. По словам специалистов, очередное подражение связано с ростом цен на запчасти и оборудование. У нас перевозчики провели анализ и за последние полгода значительные возросли затраты у них, особенно по такой статье расходов, как запчасти, в том числе импортного производства. Но нужно пояснить, что у нас даже, например, в отечественном подвижном составе используются иностранные компоненты. Поэтому вот общее изменение экономической ситуации страны, оно свою роль здесь сыграло определенную. Незначительное подорожание коснется и безлимитных транспортных карт. Они будут стоить 1300 рублей в месяц вместо 1200. При этом наряду с ростом стоимости проезда повышается и комфортабельность городского общественного транспорта. В этом году было приобретено 19 новых троллейбусов и 82 новых автобуса «ЛиАЗ» на газомоторном топливе. День Победы миновал, но память о грандиозном празднике осталась. Так, баннеры, посвященные 9 мая на Новосадово, останутся вплоть до сентября. Особенно фундаментально военная хроника смотрится вечером, когда она эффектно подсвечена. Идея установки масштабных фотографий принадлежит администрации Октябрьского района Самары. Четыре огромных софита, которые расположены на столбах вдоль дороги, освещают этот баннер и в вечернее, и в ночное время. Как только наступает тьма и как только включаются все лампы вдоль дороги, включаются софиты. Они включаются автоматически. Этот юбилейный баннер появился в городе первым еще в марте. Полотно, напоминающее о подвиге советских солдат, пробудет на Новосадовой еще несколько месяцев. Тем временем участники автопробега «Знамя Победы» добрались до территории Белоруссии. 300-километровый отрезок пути от города Рудня машины времен Великой Отечественной войны преодолели за 7 часов, но без потерь. Первым пунктом на территории Братской Республики стала Хатынь. В автопробеге участвует и съемочная группа телеканала «Самара ГИС». Эту деревню вы не найдете ни на одной географической карте. Ее не стало 22 марта 1943 года. 149 жителей деревни Хатынь фашисты сожгли заживо в колхозном сарае. Самому маленькому из них было всего 7 недель. Место мемориала пропитано страшной энергетикой. Это почувствовали на себе все участники автопробега. На фотографиях из Хатыни не будет ни одного крупного плана. Я не могла брать лица, хотя это моя очень любимая фотография, которую я всегда вижу. Я не могу здесь видеть эмоции, которые есть у наших ребят. Просто бесконечность. Бесконечность какой-то боли, утраты. Во время войны погибло более двух миллионов жителей Белоруссии. Каждый четвертый не дожил до победы. Это практически население двух таких городов, как Самара. Вместе с участниками автопробега на Самарскую землю уедет капсула землей Хатыни. И наша память. Мы тоже сделаем, наверное, какую-то мемориальную композицию, которая будет напоминать всем жителям нашего города, Самарской области, Волжанам о той цене, которую заплатил белорусский народ за победу надфашистской Германией. Пусть скорбь и печаль обернутся в мужество ваше и силу. И чтобы отныне, нигде и никогда в вихре пожара в жизни не умирала. Эти слова написаны на мемориальной плите Хатыни. Из этих труп уже никогда не пойдет дым. Более 60 мест страшного уничтожения находилось в годы войны на территории Белоруссии. Но жертвы Хатыни трогают не каждое сердце. Сегодня, спустя 72 года после уничтожения деревни, на земле по-прежнему идут войны. И продолжают гибнуть женщины и дети. Инесса Панченко, Артем Сулайманов. События. Скоро к участникам автопробега присоединятся и губернские школьники. Учащиеся 45-й Самарской школы и школы из Камышлинского района тоже отправились в Братскую Белоруссию. Поездку в качестве награды за победу в военно-патриотической игре «Зарница» организовала партия «Единая Россия». Капитан команды по игре в «Зарницу» Настя Игнатьева точно знает, что взять с собой в дальнюю дорогу – аптечку, еду и, конечно, хорошее настроение. Мне больше не нравится этот поезд. Поезд – это то место, где люди сплачиваются, особенно, когда ты ездишь с друзьями. Это море эмоций, веселья. Ты никогда не будешь скучать дороги. 20 победителей областных соревнований по военно-спортивной игре «Зарница», которые прошли в губернии этой зимой, отправились в поощрительную поездку. Им предстоит долгая дорога – экскурсия по Брестской крепости. Я хочу узнать Брест, посмотреть разные достопримечательности, посмотреть, где происходили военные события, где воевали наши предки. Провожали ребят родители, педагоги, представители партии «Единая Россия», которая была инициатором проведения «Зарницы» и наградила лучшие команды. Перед отъездом для них провели экскурсию в музей железнодорожного вокзала и дали напутственное слово. Именно «Зарница» позволяла ребятам реализовать именно то чувство коллектива, плечо друга, ощущение. Кто-то проявлял свои лидерские качества. Именно эта игра позволяла это все сделать. Когда ребята приедут в Брест, они встретятся там с участниками марш-броска «Знамя Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и освобождению Белоруссии. Марьяна Мирная, Павел Пресняков, События. Встречи с ветеранами продолжаются и в Самаре. На этот раз пообщаться с участниками военных событий довелось кадетам. Встреча прошла в мужском монастыре. Не случайно ветераны признаются о Боге. Когда над головой свистели пули, вспоминали особенно часто. Молебен в Самарском свят в Воскресенском мужском монастыре. На скамейках прихожан – люди, которых в церкви увидишь нечасто. Ветераны Великой Отечественной войны по большей части считают себя атеистами. Но о Боге, признаются, вспоминали. На войне, когда было очень страшно. Рядом с ветеранами – школьники. Мы пригласили сюда учащихся кадетской школы, для того, чтобы ощущалась преемственность поколений. Мы не можем забыть то, что было, а чтобы об этом помнить, нужно об этом постоянно напоминать. Впервые встречи ветеранов и школьников проходят в монастыре. После службы участники встречи пообщались за общим столом. Молодежи нужно, потому что со временем ветеранов не будет. И кто им будет рассказывать о том, что и как происходило. Для гостей монастыря церковный хор исполнил песни военных лет. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. На войне занятие находилось всем. Фотографировать вражеские объекты ночью не позволяла техника. Тогда на передовую отправляли художников. Одним из таких был самарский живописец Исаак Цибульник. Пройдя войну и потеряв всех близких, он понял самую суть. Главное в мире – это мир. Она всегда была верным соратником. Носила мольберты по горам и долинам, готовила еду и наливала чай. А когда супруг умер, бережно хранила его работы. Вот и этот портрет первой жены художника, солистки Куйбышевской филармонии Антонины Лебедевой, написанной еще в 1947 году, не сохранился бы, если б не старания второй супруги. Ная Федоровна Чистякова говорит, никакой ревности, только преклонение перед талантом мужа. Во-первых, это его жизнь. Меня тут не было близко. Я была в глубоком тылу, в Сибири. Ачинск город такой небольшой, теперь он промышленный стал. Так что очень далеко. И когда война началась, мне было 9,5 лет. Так что я никак тут не могла. И как я могу относиться? Нормально. Это его жизнь. У меня его письма с фронта к ней есть. Все. Нормальные отношения. В Самарской филармонии представлены 20 работ, написанные в разные периоды жизни Исаака Цибульника. Особенное место занимают полотна послевоенного времени. Художник прошел всю войну. Его семью расстреляли фашисты. Сам он чудом выжил, не потеряв способности сострадать. И подарил множество великолепных картин, полных безграничной любви к людям. Его художественное творчество пришлось как раз на период 20 века. Много причинных хлебнул и остался при этом художником и человеком. Это очень ценно. Портреты, натюрморты, пейзажи Исаак Цибульник оставил большое наследие. Его реалистичные картины отражают события вплоть до 1986 года, когда его не стало. Сейчас работа находится во многих музеях Самары, Ульяновска, Киева и Москвы. Мариана Мирная, Максим Гусев. События. Семейные портреты этих людей с удовольствием напишет, пожалуй, любой художник. Большие дружные семьи – образец для подражания. Многозетные родители со всех уголков губерния получили почетные награды и памятные подарки из рук главы региона. На праздник, посвященный Международному дню семьи, пригласили около тысячи человек. Орден родительской славы, как звезда героя, красуется на груди у Ольги Сергеевны и Камилии Ршатовича Алтунбаевых. В их семье семеро детей – четыре сыночка и три лапочки дочки. Анна Алтунбаева, вторая по старшинству, говорит, радость переполняла каждый раз, когда рождались младшие братья и сестры. Хотелось побыстрее увидеть их, потрогать их маленькую ручку, поиграться, понянчиться. Даже бывали такие моменты, когда мы в очередь вставали, кто же будет нянчиться, особенно с последним. Хорошие были впечатления, ощущения, но нас изначально перерывали любовь друг к другу. Более 30 человек сегодня насчитывает семья Недумовых. Шестеро детей, 13 внуков, четверо – правнуков. Награду из рук губернатора Лии Николаевны и Александр Сергеевич получили за вклад в воспитание детей. Родители превратили свою квартиру в исторический музей. Создали прямо дома маленький театр с детьми и актерами. Главная ценность и гордость Недумовых – богатейшая родословная. Удалось узнать свой род на 37 поколений вглубь и насчитать более 15 тысяч родственников. Засекин – основатель Самары, родственник. Вот по его линии. У нас общие предки, а потом уже разделились. Одна веточка пошла к Засекину, а вторая веточка пошла к нам. И Татищев наш родственник. И Татищев родственник. И Пушкин родственник, и Лев Толстой родственник. Мусоргский. Проживальского нету. Мусоргский. С 2010 года количество многодетных семей в Самарской области увеличилось почти в два раза. Сегодня их 18 с половиной тысяч. Также в регионе проживают около тысячи семей, где пять и более детей. И семь семей, где их десять и более. Количество приемных семей тоже растет. У нас очень много приемных семей. Почти четыре тысячи семей, которые взяли к себе детей. Поэтому показатели, поэтому мы одни из лидеров в стране. И каждый год это увеличивается. Это тоже очень хорошо, потому что детишки, которые оказались в такой ситуации, они воспитываются уже совершенно в других условиях. За последний год в Самарской области родилось более 40 тысяч малышей. Семьи с детьми имеют право на 28 видов различных социальных выплат. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. И к новостям спорта. Клуб «Крылья Советов» по пляжному футболу готовится к старту в чемпионате России. Масштабные соревнования пройдут в Санкт-Петербурге в конце мая. С Самарской командой работает новый тренер. Как спортсмены готовятся к ответственному старту, расскажет Ларис Шлафаст. На спортивной площадке жарко, как на пляже. Игроки команды «Крылья Советов» отрабатывают удары. До чемпионата России остаются считанные дни. В этот раз тренировочная программа у спортсменов изменилась. Теперь у команды новый тренер – бразилец Джильберто Коста. Опытный наставник в прошлом сезоне выводил сборную Белоруссии в суперфинал Евролиги. Для меня работать в России – это мечта. Сейчас Россия – образец для всех в пляжном футболе. И я приложу все усилия и весь опыт, чтобы помочь этим молодым спортсменам улучшить уровень игры. Также в клуб приглашены два соотечественника Косте – Филиппе де Сильва и Джордан. Большую же часть состава «Крыльев Советов» составляют самарские спортсмены. Впечатление от нового тренера у игроков положительное. Хороший тренер видно, что много новых упражнений до этого не делали. Какие-то свои там бразильские тренировки проводят. Вот, как бы все хорошо. Самарская команда провела подготовительные сборы, приняла участие в международном турнире. Молодой состав выступил успешно. Самарские спортсмены обыграли три сборные – команды Польши, Казахстана, Молдавии. Результат – три победы, три поражения. Хорошо сыграли по игре. И вот сейчас начали подготовительную претизонку перед туром. Ребята все в хорошей форме, надеюсь. И будем добиваться хорошего результата. В чемпионате России по пляжному футболу выступят восемь команд. Из Москвы, Новосибирска, Королева, Санкт-Петербурга и Самары. Участники проведут матчи в три этапа, по итогам которых четверка лучших клубов попадет в суперфинал. Самое главное – не вылететь. У нас восемь клубов, то есть два вылетают. Это минимальная задача и максимальная задача – войти в четверку. Займем мы пятое, шестое. С нашим бюджетом это даже вполне реальнейше. Это даже, скажем так, здорово. Войдем в четверку – это будет супер. Чемпионат России по пляжному футболу пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 24 мая. Лариса Шалопаст, Алексей Золотенков, События. В столице региона наравне с другими российскими городами стартовала декада сдачи норм ГТО «Готов к труду и обороне». Первыми на рубежи вышли учащиеся спортивного лицея – футболисты, хоккеисты, борцы, гимнасты. Зачем будущим олимпийским чемпионам золотой значок физкультурника узнаем у Сергея Кизоркина. «Готов к труду и обороне» – этот девиз школьники Самарского спортивного лицея притворяют в жизнь. На первом экспериментальном этапе сдачи комплекса ГТО нужно прокачать пресс за одну минуту максимальное количество раз, коснуться полуруками и попасть в яблочко из автомата Калашникова. Такие же упражнения выполняли подростки пятых-седьмых классов в Октябрьске, Отрадном, Чапаевске, Безинчуке, Кенель-Черкасах и Красном Яре. Было принято решение на уровне правительства Российской Федерации. Минспортом была поставлена задача по развитию этого комплекса ГТО. Сегодня как раз мы начинаем опробировать эту систему для того, чтобы уже применить со следующего года на все школы, на все муниципалитеты. Дзюдоист Егор Зайцев свою жизнь посвятил борьбе. На кону олимпийское золото. Но пока в его копилке первое место на первенстве по Волжье. Егор Дня не может прожить без соревнований, поэтому, когда узнал о сдаче норматива в ГТО, сразу решил, золотой значок будет в его наградной копилке. Рассказывать, может быть, своим детям, перед друзьями, там, как бы, хвалиться, что есть, значок ГТО. Впереди у физкультурников целая эстафета испытаний. Бег, плавание, подтягивание, прыжки в длину, метание мяча. На финише судьи подсчитают баллы, сверят с официальными нормативами и самые спортивные подростки получат значки ГТО. Это зачет для меня. Я хочу узнать, на что я смогу. У нас есть физкультура, да, мы занимаемся, и у каждого свой вид спорта. А так, конкретно, мы не готовились. Лучшие физкультурники Самары попадут в сборную губернии для участия во Всероссийском фестивале ГТО. Финал пройдет в конце августа в Белгороде. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. И у меня на этом пока все. Обратите внимание, телеканал Самары ГИС теперь на новой частоте. Настройтесь на 263,25 МГц в кабельной сети Домру ТВ или 17-й кабельный канал. Смотрите нас онлайн на сайте samar.tv через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на samaragis.ru. Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего доброго и до встречи. Обсуждают эту идею. Проблема сбора страховых взносов давно тревожит чиновников. В частности, Минтруд подготовил законопроект, ужесточающий санкции за неуплату взносов для предпринимателей. Если документ будет одобрен за предоставление неполных или недостоверных отчетов по страховым взносам, штраф может составить 5% от суммы всех страховых взносов, подлежавших уплате за последние три месяца, но не менее 1 тысячи рублей и не более 30% от суммы взносов за один отчетный месяц. Каждый второй россиянин является заемщиком банка, а каждый четвертый заемщик должен более миллиона рублей. По статистике, каждый экономически активный россиянин должен кредитным организациям в среднем около 146 тысяч рублей. Каждый второй имеет один или несколько кредитов. Четвертая часть заемщиков должны банку менее 100 тысяч рублей. Треть заемщиков от 100 до 500 тысяч рублей. Каждый восьмой от 500 до миллиона рублей. Каждый четвертый должник банка должен более миллиона рублей. Половина россиян вообще не имеет долгов перед банками. Кстати, это самая умная половина. Пограничная служба ФСБ России упростила выезд детей за рубеж. Нововведение позволит ребенку выезжать только по разрешению одного из родителей. Если несовершеннолетний отправляется за границу без родителей или опекунов, а также если он выезжает с чужим взрослым, например, с тренером, то у него, кроме паспорта, должно быть нотариально оформленное согласие одного из них. В случае, когда поездки совершаются в одну и ту же страну, документ может быть выписан один раз. Однако ФСБ подчеркивают, что необходимо подробно прописывать страны, которые ребенок может посещать. Обобщенно Евросоюз или СНГ не подойдут. Срок действия нотариального согласия определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на события, которое должно неизбежно наступить. Например, совершеннолетие, окончание срока действия паспорта или визы и так далее. А на сегодня это все. Хороших выходных! Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Дармовое здоровье в парке Гагарина. Хоккейная лада подписала шведского защитника. Самарские футболистки, бронзовые призеры, первенство России. В Иваново завершился финал первенства России по футболу среди девушек до 19 лет. Сборная Самарской области завоевала бронзовые награды. На групповом этапе волжане уступили Москве 1-5, сыграли сухую ничью с Воронежем и победили местную команду Иванова 2-0. Стартовав со второго места в плей-офф, Самара проиграла Московской области 0-3. Зато в матче за третье место в серии пенальти взяла реванш у Москвы 5-4. Лада заключила контракт со шведским защитником Тобиасом Виклундом. Он будет первым скандинавом в Тольяттинском клубе. До этого хоккеист два сезона играл за автомобилист из Екатеринбурга. Вообще в континентальной хоккейной лиге швед отметился в 99 матчах, заработал 38 очков, из них 14 голов и 24 результативные передачи. Почти полчаса отсидел на скамейке штрафников. В элиту европейского хоккея Виклунд попал, имея за плечами ряд спортивных достижений. Он серебряный призер юниорского чемпионата мира 2003 года и чемпион мира среди молодежи 2004. В 2007 Тобиас выиграл чемпионат Швеции в составе МОДО. Бесплатные тренировки для самарцев проходят в парке Гагарина. Инициатор – департамент физкультуры и спорта Мэри Самары. Ближайшие две субботы на стадионе в парке с полудня до часу дня под руководством профессиональных фитнес-инструкторов горожане смогут заниматься физкультурой и получить консультации о правильном питании. Позаботься о своем теле, организм позаботится о тебе. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.